Маткульт, привет всем, друзья мои! Мы открываем студию, подкаст-студию собственную на нашей хате. И первый разговор, ну с кем как не с Лёвой. Лёва мой одногруппник по детскому саду и одноклассник по первой еще 835-й школе. Лёва генетик. А я в генетике не бельмиса, не понимаю. Сегодня будет разговор вокруг генетики, вирусов, вакцин, вот что-то вокруг этого. Лёва, спасибо, что пришел. Привет, дорогой, привет. Ну ты как всегда забыл добавить после детского сада и школы про МГУ. Да, конечно же Лёва окончил МГУ, биологический. С красным дипломом, что помнишь, получали красные дипломы. Помню, я был в черном. Черномырдин там приехал, да-да-да, такой забрызганный эксперимент и ставил какой-то. Да-да-да, я по-панковски подошел к нему, пожал руку и взял диплом. Да-да, он так немножко удивленно посмотрел. Вдруг в таких всех костюмах подходят. Да-да, здорово, Виктор Степанович. Степанович. Здорово, Степанович, давай диплом. Гони диплом, да. Вот. Ну что, расскажи. И тебя достал коронавирус, да? Коронапсихоз, да? Меня достал коронапсихоз. Коронавирус меня коснулся, я переболел в октябре. Несерьезно переболел. То есть спокойно переболел и забыл об этом. Может, еще переболею. Но психоз меня коснулся по полной. То есть со всех сторон обменивалось все, что я обонировал. Сфера образования. Как раз, хотя дети-то и не болеют, в общем-то. Дети в школе, постоянно им все, они тоже переболели. Старшие переболели, младшие, скорее, что тоже переболели. Ну, в общем, ситуация такая, как бы, как я ее понимаю. У нас теперь, с нами живет этот вирус. Но почему-то к нему отношение не как к предыдущим, а совершенно по-другому. В этом я вижу психоз. Чуть-чуть более опасный, там, чуть-чуть-чуть, да. Ну, я не знаю. Ну, да. Ну, и вот ты сегодня... Ну, ты понимаешь, это политический, скорее, вопрос. Да я вот у меня особо специалист именно в такой, так сказать, эпидемиологии. Ну, ясно, что вопрос политизирован, как бы сказать, может, потому что правительство боялись, что их обвинят в беззащитности населения и так далее, да. Почти все правительства, кроме там Лукашенко, который всегда прав, молодец, да. Тормозные шведы, у которых просто нет невротической вот этой компоненты боязни коронавируса, там все это опрыскивать, надевать эти маски бесполезные и так далее. Кстати, вот расскажи для наших слушателей, есть два мнения, что все-таки маску носить надо и что все-таки она бесполезна. А вот ты склоняешься ко второму, да, варианту? Нет, ну, как ее сейчас все носят, да, в кармане. Нет, в кармане понятно, что бесполезно. Ну, конечно... Моя маска от ментов, у меня в кармане живет маска от ментов. Да, 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 да. Идут менты, одеваю маску, и она защищает меня от штрафа. Это понятно, что бесполезно. Сейчас уже сходит на нет, да, мы как-то поздно всем затронули. Ну, если менять там каждый час, там, когда намокает уже секс-люми, да, то, наверное, да, полезно, конечно. То есть, польза в маске есть. На советских плакатах писали «Носите марлевые повязки», да, там, четвертый марлевый. «Носите маски». Помнишь песню у Макара? «Носите маски, лишь только под маской ты можешь остаться живой». Ну, там было «Остаться собой». «Собой», да. А тут я переделал, получилось «Остаться живой». Слушай, тут вообще странно, на самом деле, сколько я смотрю случаев, то есть, бывает так, что член семьи один болеет, второй с ним вот контактирует вот-вот-вот и не заболевает. Потом он заражается где-то непонятно, сам не знает где, как. Хотя там, по идее, для заражения нужен большой титр вирус. Там же, понимаешь, если попадет какой-то титр вирус. То есть, попадет миллион там вирусов, это чисто. Титры, это не те, которые вот тут вот под культ привет говоришь, а тут какие-то странные титры. Нет, это титры. Ну, короче, концентрация. Концентрация. Там, допустим, какой-то жалкий миллион там или там 10 миллионов даже частиц, они тебе не заразят. Это вирусы, да? Да. Ну, вирус настолько маленький, что это, видимо, нужны триллионы, да? Ну, там вроде были какие-то разговоры, что если со всей планеты сложить банку из-под колы, там, стандартную, да, ну или пиво, почему-то кола была. Я думаю, для публики было интереснее пиво, но почему-то колу. Видимо, что там американцы считали. Наверное, колу заплатила, точно. Вот. То там где-то полбанки наберется. Это всех вирусов, живущих во всем мире, во всех людях, да? Нет, именно вот этого. Коронавируса. Коронавируса, да. И если эту банку вот так разом всю после этого выпить, то, конечно, умрешь точно. Будет то же самое, что если просто зародиться. Он же сам по себе не токсичен. Он запускается процесс, так, ну, ты, наверное, даже уже не представляешь, как я еще. Это уже интересно. Уже забыл, да. Так, с этого места поподробнее. Вот смотри, на самом деле, вот, для меня сейчас будет лимбез. Это же не бактерия, он токсин сам по себе не вырабатывает. Что это такое? Что он делает? Так, это порция генетического материала, у которого нет собственного метаболизма, он же не клеточное строение. А метаболизм это, в смысле, когда ешь и какаешь, да? Да, 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 он не ест, не какает. Вот, в нем, это просто порция ДНК или РНК, ну, РНК это тоже та же самая ДНК, только немножко видоизмененная в, скажем так, в белковой упаковке. Белковой упаковке? Да, да, да. Ну, белково, там, жировой, скажем так. Какого она размера, вот, если брать вот молекулу, там, не знаю, кислорода, вот сколько молекул кислорода? Нет, ну, кислород, да, намного больше. Нет, это, ну, вот, ну, или, а, ну, да, я понял. То есть это, все-таки, там, в тысячи раз больше, например, да, чем молекул? Ну, скорее, 10-5, наверное. 10-5? Четвертый, 5-ый. Вообще, честно говоря, еще не задумался даже о размерах. Но он очень маленький, да. Но он маленький, да. Ну, понятно, что не атомарный размер. Потому что молекулы кислорода, что такое молекулы кислорода? Это О2 или О3, там, если озон, да? То есть это два атома, грубо говоря, да, да. Ну, не важно, там, эти аллафоры, как они называются. Вот. То есть это атомарный уровень. Все-таки, бирус, конечно, не атомарный. Так, понятно. Вот эти мелкие детали... Я думаю, где-то 10-6 атомов. Потому что молекулы ДНК... Нет, атомов, если атомов, то... А, ну, хотя ладно. В общем, он маленький, но он запускает какой-то процесс. Но ты говоришь, что если его, там, меньше миллиона... Он встраивается в твой собственный ДНК, и как бы меняет твою генетическую программу, понимаешь, да? И я это чувствую как заболевание, да? Ты сам этот факт чувствуешь. И когда таких клеток становится много, которые переключаются только на то, чтобы воспроизводить вирусные частицы, изнашиваются, умирают, лопаются, погибают. Если их становится достаточно много, то понятно, что уже на макроурнете начинаешь это чувствовать. Ага. Так. А вот когда пишут поражение легких 30%, поражение легких 50%, это что-то про это, да? Что вот легкие вместо своей программы выполняют программу вируса, да? И вот сколько... Это, скажем так, отдаленные последствия. То есть, это уже идет иммунная реакция. Там еще сложно, конечно, еще геморрагическим эффектом обладает. То есть, сначала он... Геморрагически? Геморрагически это сначала разжижает кровь, потом он наоборот, то есть, там, электроциты лопаются. Потом обратная реакция, вязкость крови повышается, начинаются сгустки, закупорка сосудов. Такие, это уже макро, как бы, реакция... А, вот когда тромбы погибают... Да, проблема в том, что его рецептор, то есть, ворота, куда он может внедриться, на самых разных типах клеток, вот, и на нейронах, в том числе, он может нейроны попадать, еще обоняние пропадает. А, вот от этого, да? Да, да, да. То есть, он попадает в нос, и выключает... Ну, там отростки нервов, скажем так, вот он в них атакует, и им кранты. Так, и я ничего не чувствую. Ну, да, да. Это было у меня, у меня была эта стадия. Ты была, да? Да, у меня была. Я переболел. У меня тоже 10 дней было. Переболел, и потом уже здоровый, иначе, да, перестал. У меня тоже было 3 дня насморка, а потом потеря обоняния, да. Но у меня очень легко, потому что я был привит на тот момент. Ты был уже привит. В сентябре-октябре я участвовал в испытаниях добровольцем, спутник 5. И поэтому... Ну, почему в сентябре-октябре? Как в фейсбуке написано, когда там антиперивичница пишет. Ну, настоящий ученый не может даже вспомнить месяц, когда он прививался. А там же два укола. Первый в сентябре, второй в октябре. Вот поэтому они... Потому что я не помню, когда. При этом я бы, например, ничего не помнил, если бы даже прививался. Я бы не помнил, когда, никогда в жизни. То есть я, конечно, не настоящий ученый, потому что я вообще ничего не помню. Ну, с этой... Странно, да. Я еще ничего не помню. Я помню, нет, помню, что я болел в октябре, но там даты я могу установить по поездке в Нальчик, когда я болел. Ну, исключительно так. Так, и расскажи тогда. То есть, значит, первые вот полгода было какое-то оцепенение всемирное и никаких вакцин не было там или их просто никак не могли разработать? Ну, делали быстро. Понимаешь, сляпать-то можно быстро. Их надо же проверить на большой выборке, что они работают. На мой взгляд, какой-то достаточно лишний этап. И пока будешь проверять, очень много народа умрет, да? Да, 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 да. То есть, тут как бы... Конечно. Когда надо остановиться и уже сказать, что мы ее используем на самом деле. Конечно. В том-то и дело, что это вот... Чем либеральнее страна, тем почему-то больше они умирать как бы естественным путем разрешают людям, лишь бы не убить никого самим. Я не знаю почему. Это очень странно. Это очень странно. Да, я, кстати, слышал какую-то версию, что если вакцина такова... Севка мне говорил, что если вакцина такова, что на 10 тысяч привитых один умрет от нее, то это уже неприемлемый уровень риска для западной цивилизации. Хотя это полный бред, потому что нас спасет, допустим, там тысячи или сто. Ну да, то есть кажется, что это все странно. Это очень странно. Даже для таких септиков, как мы, ясно, что умирает больше процентов забоевших коронавируса, Недавно я говорил про генетический груз, там то же самое. Как бы сказать, индивидуальная свобода и выгода для индивида, оборачивается коллективным вредом. И как бы тебе сказать, вот общество, скажем так, ну назовем их там, не знаю, тоталитарно, авторитарно, тягочущими, они как бы регулируют и коллективный вред, а либеральный, они как бы максимизируют только пользу индивидам, при этом... Слушай, а что я не отключился? Телефончик свой поможет. Вот, а при этом они, значит, точно так же поражаются коллективным вредом. Понимаешь, да? Да, я понимаю, то есть мы не отвечаем, либеральное общество, оно не умеет отвечать за массовый бред, за массовый вред. Вред. Да. У тебя либеральный и бред сразу... Это по Фрейду, да? Я сказал, что за массовый бред либеральное общество не может отвечать. Это сейчас была чистая оговорка, абсолютно чистая. Да, то есть за массовый вред либеральное общество отвечать не умеет, а частного человека, его права очень сильно... Ну, не знаю, если про генетический груз поговорить это не сильно, мы отойдем от этого мне ближе, как генетический... Ну, да, давай расскажи, то, что ты, как бы... Скажи максимум, чего ты знаешь и понимаешь, потому что тема для нашего канала полностью новая. Никто у нас... Ну, у нас не заходили биологи, не заходили вирусологи, не заходили генетики. Никогда. Но они нужны очень на математическом анализе. Ты знаешь, нам нужно все. Мы такие, мы как бы очень любопытные. У нас бывают самые разные люди. Я понял. Смотри, куда говорить? В тебя или сюда? Больше сюда, но, в принципе, это не важно. Раньше надо было, я помню, громко говорить в ноутбук, но сейчас уже... Сейчас нет, нет, нет. Такого все нормально. Сейчас у тебя висит... Все, все. А, то есть вообще никуда не... Вот смотри. Штука генетический груз. Да. Популяции. Ты знаешь, нет? Нет. Не знаешь. Я только знаю, генетика... Вот врожденные заболевания есть. Врожденные заболевания. То есть ген ломаются. У нас каждый ген в двух копиях. От папы, от мамы. Понятно, что каждый набор хомосом, да, там 46, 2 по 23. От папы, от мамы. Вот 23 приносят спиртозоид, 23 виситоклет. Вот, они сливаются. То есть если поломана одна копия, для большинства болезней вторая как бы вытягивает. Ну, есть такие, когда там и одна копия уже проявляется, доминантная называется, не имею сейчас детали, но для большинства так. Это копия, так сказать, дефектная. Она у человека сохраняется. То есть, подожди, если я пришла... Он носитель наследственного заболевания. Вот. Он сам здоров, его дети будут здоровы. Пока он... В том случае, если... У партнера, супруга, супруги, да, значит, там у сожлобы мужчины представили. Да, это, наверное, сексизм страшный. Нет, может, наоборот. Я представил себе, что я больной, мужчина больной, женщина здоровая. Это наоборот. Это феминист. А, да, это феминист. Женщины все здоровые, а мужчины все больные. Ну, вот, пока. Он встретит больную... Не больную, а носительницу. Такую же носительницу. Они оба здоровые. Да. Вот. Но они оба носительные. И тогда с вероятностью одна четвертая... У них родится больной ребенок. Понимаешь, да, почему она четвертая? Сейчас. Подожди. Но там как бы в каждом по две, да? Да. А в половые клетки спиротозоид веется, клетка выпадает. А случайно одна из двух. То есть половина спиротозоид несет дефектный ген, половина... И так и дальше несет, да, все время? Он как бы... Вот это следующее поколение будет. Или это уже нет? Ну, естественно, это следующее передается точно так же. То есть полов... Ну, вот, допустим, смотри. Вот этот больной, этот больной. Это здоровый, это здоровый. Значит... Или у него тоже вторая половина здоровой есть. Вот тут и все и дело. Теш. Ты, по-моему... Вот я не понял вопросов, потому что, видимо, не понял... А я ничего не понял. Вот смотри, вот пришел папа, вот пришла мама. Да. Папа здоровый, но носитель. Папа здоровый, но носитель. Он гетерозигота. Да, папа, мама тоже. Вот. Вот больные, а вот здоровые половины. Вот ребенок родился, он возьмет тоже две, или он только... Он берет одну случайно от папы, один овели, и один случайно от мамы. Так, и вот он взял, и вот у него фига... Поэтому с вероятностью 1,4 он возьмет оба здоровых, он не будет даже носителем. С вероятностью 1,2 он будет носителем, но здоровым. И с вероятностью 1,4 он будет больным. Теперь, если он дальше пошел размножаться... Вот, вот это ключевой вопрос. Потому что медицина, как бы... Вот будет ли он дальше размножаться? Медицина делает успехи. Раньше он не размножался. Это как бы из популяции вымывались эти гены, да? Не размножался? Ну, больной, там, тяжелые заболевания, все. А, ну это имеется в виду тяжелые заболевания. Помер, да, там, ну да. Ну, то есть это те, от которых уже, так сказать... Ну, наследственных заболеваний масса, да. Вот. Они есть в разности, это не часто любом углубляться в это, да? Вот. Они самые разнообразные, наследственные заболевания, да? Вот. Сейчас большинство из них... Те, кто умирал, их вытягивает, они живут. Те, кто жил, но там влачил жалкое существование, сейчас уже почти нормально. Соответственно, там начинается, меняется психология общества. То есть отношение к ним. Давайте делаем инклюзивное образование, чтобы там аутисты с нами это самое... Ага. Вот и так далее, и так далее, и так далее. И вплоть до размножения. Да, да, да. И мы их дальше пускаем. Генетический груз растет. Генетический груз растет. То есть вот у меня пришел вот такой больной папа совсем на всю голову. То есть на два аллеля. Да, да, да. Правильно, да, я говорю? Да, да. И даже если здоровая мама, даже если полностью здоровая мама, то уже получается... Если полностью здоровая, если она не носительница, то дети будут носителями просто, но здоровыми. А если она носитель, то тогда с вероятностью в три четверти будет больной ребенок. Нет, с вероятностью в половину, потому что половина отсюда идет. В общем, генетический груз растет. То есть те мутации, которые раньше отбора отсеивала, они выживают и передаются дальше. Вот оно что. Ну, это на самом деле и носители. Да, все понятно. Болезни разные. Если у носителей просто слабее проявляется, чем у гомозильтара. Ну, в целом все понятно. Потому что сейчас картина сложная. До этого на них ставили крест после размножения. Да, да, да. Совершенно верно. Они свои гены изымали. А сейчас чуть ли не в этом либеральных обществе становится, что хорошо, вот давайте, они же несчастны, они же тоже хотят. Ну, с одной стороны, это правда, действительно, они тоже хотят там семью детей, да? Ну, да. Вот, наследственные, больные. Понятно, да. С другой стороны, как бы делая им добро, несомненно, да, добро, ты при этом не делаешь добро. Потому что ты делаешь зло всей популяции, и она загнется вся в целиком. Понимаешь, да? То есть тут надо оптимисты говорить, что мы разработаем методы генетического, так сказать, редактирования генома, и будем просто, вот, это первое решение, да, что редактировать геном. Но, с другой стороны, тоже вопрос очень неэтичный, да, как это редактировать генома, как это может быть очень много вопросов. А как вообще это физически, где-то живет вот это, вот, две олени, живут где-то в организме? Ну, да, ну, там можно, например, на предупрессионной стадии, ну, на, значит... Какие-то странные, получается, да? Ну, сейчас же, ну, нет, это, конечно, при строкопараме оплотворения, только при искусственных репродуктивных технологиях, да, мы можем взять просто один сперматозоид, грубо говоря, оплотворительный, целевым образом, энциклет. Так мы можем сначала подредактировать его геном, так сказать, этого сперматозоида, вот, вот именно в нужном месте. А потом, значит, туда... Да, это страшно. Такие вот вещи. Да, это, конечно, вещи такие опасные, да, то есть, ну, как опасные, ну, возникает много нос, скажем так. Это раз. А кто-то, захочешь, подредактирует, что там тетю глаз был другой, да, там, и так далее, там... Начинается, начнется, там, начнется очень много чего, а у кого-то нет денег на подредактирование. Ну, дальше понятно, да. То есть, очень много всяких вопросов. Это раз. Это один путь. Я просто очерчиваю пути политические. А как ты думаешь, что это таки будет происходить, да, на самом деле? Да будет, конечно. Это как бы наш факт. Иначе все загнемся и превратимся в таких вот. Второй путь, каким образом это ослабить, это ассортативность скрещения. То есть, социальная сеть. Сейчас молодежь со себя знакомится в интернете и так уже. То есть, будет загораться. Вот ты там хочешь подружиться, там, Вася с Машей. Да, а уже у всех будет полногеномное сиквенирование сделано. Можем будет знать, где у Васи и у Маши. Типа, ты мне очень нравишься, но у тебя плохие гены одеться, да? Да, 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 да. Ты никогда не слышала такого, что ты так, Гришка, ты первое слышишь вообще эти вещи. Ты прикольный и очень клевый чувак, но в стране советов... Нет, но что-то с тобой... Мама говорит, с тобой что-то не так. В стране советов нет тебя никаких перспектив. Так что, прости, я пошла на комсомойский актив. Это самый, тоже, Макар, странные дни песни. Крутиков, точнее. Все уже в классике есть. Ничто не много под луной. Да, да, да. То есть, там, типа, зеленая лампочка, все нормально, там, у Васи с Машей. О, давайте, да. ЗАГС, ЗАГС. Желтая, там, малая вероятность рождения, там, так сказать, да, каких-то несерьезных заболеваний, да, желтая, красная, да, совсем хреново. Это скорее, ну, тут математически, я считаю, что это скорее отсрочивание, откладывание на потом, потому что, так сказать, ассортативно, эти ролени никуда не денутся, да, они просто будут все время гетерозигот. Ну да, пока они будут запрещать размножаться, а это уже полный фашист. Мы будем избегать, избегать их попадания в форсовую зиготу, но они будут так же размножаться. Груз только накапливается. Да, и вот я думаю, он будет накапливаться или нет, то есть будет ли потом сужение вот это все маневром, все меньше, меньше, меньше людей, которые, допустим, у тебя 5 дефектных аллелей, 10 дефектных, все в гетерозиготе, в одной копии, да, понимаешь, да, чем их больше становится, да, тем же, наверное, сужается поле маневра, все меньше у тебя партнеров, с которыми у тебя там зеленый свет, правильно? Я даже не знаю, честно говоря. Вот это интересно, эти модели, это же, конечно, мало кто разрабатывал, ну как кошмары, их надо, тут надо как-то быть повзрослым и смотреть, правда, на глаза. Да, я понял, я понял. Вот. То есть это наше будущее. Так это будущее, причем не такое далекое уже, там 4 дефектных, потому что у человека слишком длинное поколение, и каждое поколение говорит, ну это потом, это потом, понимаешь, да. А оно начало двигаться раз за разом. В том-то и дело. Вот. Вот. Это второй путь. Третий путь, это блокировать, ну как, взрослых уничтожать вроде пройденный этап, да. Можно блокировать на уровне, ну там придется, это предаплодационная диагностика, отсеп, да, то есть зиготы там. Ну, искусственное оплодотворение, несколько зигот этих, потом подсаживать ту, которая свободна. Это не аборт, это на уровне плода менять что-то в плоде, да? Нет, нет, нет. Про менять, это первый путь, мы говорили уже про менять. Второй путь, это ассортативность коричневого. Третий путь, это вот одна четвертая вероятность, что у них соблются именно, значит, дефектная эциклетка и дефектный спирантозоид. На четвертую данной пары. Вот. Они получили, значит, от женщин, получая несколько эциклеток, от мужчины несколько, ну, кучи спирантозоидов, да, оплодотворили, получилось несколько, значит, оплодотворенных эциклеток зигот. А, подожди, во всех вот этих частичках начинают дробиться? Нет, почему нет? Потому что это постоянно рекомбинирование. Каждая половая клетка, она уникальна. Там идет постоянно рекомбинация. То есть где-то есть пораженные, а где-то нет? Конечно. Если брать какой-то отдельный локус, отдельный ген, то по нему половина будет нести этот дефектный ген, а половина нормальный. Ну, а если брать два гена, то, соответственно, там уже вероятность одна четвертая только, чтобы не будет ни того, ни того. Понимаешь? Чем больше генов, тем больше там единица, два в минус в том, наверное, степени. И вот мы находим здоровую, значит, а найти можем только пастерерик, когда они сольются. Допустим, носителей мы допускаем. Мы не допускаем только совсем больных. С какого момента человека считать яйцеклетку человеком оплотворенные. Вот разных, кстати, даже религиях по-разному, потому что, ну, понятно, в Библии тогда не знали, ну, понятно, что ты не можешь считать сперматозоиды или яйцеклетку человеком. Вот это было бы абсурдно. Их миллиарды, эти сперматозоиды, поэтому глупо. Но вот с момента, как они слились, это как, считать человеком или нет? То есть сейчас вот такое в церковной среде я вижу, да, в православной, что считается с момента слияния. Зачатия. Вроде как, да. Ну, вот слияние яйцеклетки. Оплотворение яйцеклетки. То есть, может, уже в этот момент произошел он человек? А вот произошел он или нет? Мы же не знаем, сколько оплотворенных яйцеклеток, тем не менее, дальше гибнет и не развивается. Потому что дефект какой-то возникает, природа их отбрасывает. Их очень много. Только 15% развивается. В природе, в норме, в норме. Да, но это в том, что ты не контролировал. А тут как бы ты вмешиваешься. Да, вот это такой момент. Вот понятно. А здесь ты вмешиваешься. Ну, а с другой стороны, как бы мы, с другой стороны, вроде делаем зло, что мы, там, не знаю, убили, не убили, мы приемлемо или это, вот это комочек у клеток, да. Но с другой стороны, ты, значит, и всю популяцию спас. Да, тут просто очевидный вред и неочевидная польза, но большой. Перевешивает или нет? Тут вопрос такой большой. Тут как-то вот надо людям... Любой век рождает куча идистина. Мне не нравится вот этот детско-либеральный подход, когда они берут только очевидную сторону, а неочевидную отбрасывают. Понимаешь? Да? Так вот, вернемся к вирусам. Ладно, давайте я загрузил вот это с ерундой. Вернемся к вирусам. Здесь то же самое. Что вирус делает? Он, в принципе... И это ведь для любой из болезней, да, смертельных, ну, или там опасных. То есть это много по каким признакам нужно будет... Конечно. Вот смотри, что мы делаем. Мы точно так же вот вирусом в каком-то смысле, во-первых, это естественный отбор, который отсеивает. Отсеивает старых больных неполноценных, да, о ужас, погибнут там старики, да. Ну, ты же не хочешь, чтобы твоя мама погибла. Ну, допустим, даже манипулятивные. Да, да, да. Вот это вот такие вещи. Я не хочу, чтобы мам... Ну, с другой стороны, что-то делать-то надо, понимаешь, да? Не, мы просто с самого начала полностью всей семьей согласились на том, что мы на все забираем. Это правильный подход. Это правильный подход. А папа как? Он не болел? У него же онтология, конечно. Да, ну, он сказал, что какая разница от рака. Слушай, ну, вот рациональный подход. Ну, как бы, то есть он совершенно не философский, абсолютно. Пофиг. Ну, Владимир Васильевич всегда отличался рациональным подходом. Он даже не ругал тебя за плохие слова. Мама вообще от меня не зародилась коронавирусом, потому что у нее... Без маски. Странно, да? Оказалось. Вот, но как-то мы сразу решили, что ну, вирусы, вирусы. Что, мы болезни не видели в нашей жизни? Ну, то есть мы как-то вот... Вот, я даже не знаю. Если вот человек подходит... Вот человек не берет эти этические вопросы, да, и вообще о них не думает. Он просто живет, как жил. Вот, понятно, да, что силой вещей постепенно каждое поколение будет все слабее и слабее. А тут приходит вирус, который высекает как раз более слабых, да? Ведь Божий замысел мог быть не только в том, что кто-то там слабый выживет, но в том, что слабый погинет. Разве в этом не может быть Божий слабый? Ну, да. Возможно. Возможно. Я просто не знаю. Тут есть разные... Ну, мы не можем так говорить. Есть друг Андрей, я не буду его называть по фамилии, которые вообще считают, что смерть, вообще вот смерть в Божьем замысле отсутствовала. Все остальное это дьявол. Вот он придумал смерть и все, что с ней связано. Поэтому, естественно, от города все сатанинское. Я не могу полностью с ним... Он абсолютно православный, да? Но я не могу здесь его... Ну, я не могу разделить эту точку зрения. То есть, мне всегда казалось довольно естественным подход, что Господь не управляет прямо всем на свете, да? В ручном режиме. А оставил какие-то законные там эволюции. Ну, у нас вроде как природа искаженная. То есть, как священники говорят, что до грехопадения Адама там все было по-другому. Там вообще был духовный мир какой-то некий. То, что сделали себе ризы кожаные, это Адама и Евы, когда вкусили плод. Это вроде как... Вот ризы кожаные, это намек на тела. Даже такая есть версия. Одна из там благословских. Тут трудно сказать. Я сейчас беру примитивно к этому миру. Мы все равно смертны. Мы все равно мрали. Мы все равно рано или поздно каждый помрет. Так зачем спасать... Какой ваш план, спрашиваю я у истеристов по коронавирусу. Ваш план есть вечная жизнь или нет? В чем ваш план стоит на жизнь? Вот вы сейчас заперлись дома. Ваш план, что вы будете жить вечно или что? Вот вы уже год сидите дома. Нет, я нисколько... У меня нет никаких претензий к тем, кто просто сидит дома. Но многие говорят так. Сидите все дома ради нас. Но тогда я спрашиваю, тогда какой план? Вот смотрите, сейчас все будут сидеть дома. А дальше что? Дальше вакцина. Ну видно, что вакцина, на самом деле она... Вот скажи мне, правда или нет, что на самом деле она меняет ситуацию, но не очень сильно. То есть все равно вирус как бы он... Она меня сильно не пропорционирует. То есть на нее брошены такие силы и средства на разработку, которые можно было бросить на ту же там онкологию, кардиологию, понимаешь? Да, ну... Тут опять же подсчет никто не проводил. И я думаю, на этих подсчетах есть некая негласная табу. Ну... А-а-а. Да, понятно. В принципе, кто проводит... Тут же понимаешь, смотря как считать, да. Если объявлено всем бояться, то туда идут все деньги. Вот. То же самое и с бабальным потеплением происходит, и со всем остальным. Очень много случаев, когда люди не получали плановую помощь медицинскую, по-сообщему другим. В общем, они умерли именно от этого. Да, и умерли. И непонятно еще, от чего больше умерло. Понимаешь? То есть если бы не было вот этого локдауна, это точно не зло. Это однозначно. Да. Ну хорошо, давай вернемся к этой вакцине, да. Поговорим про нее, да. Что вот за полгода, по многих странам... То, что она не особо нужна, мы уже выяснили. Ну вот, я не очень понимаю. Нет, может быть, она как раз, если там от нее не умирают. Есть случаи, когда вакцина... Первое. Есть ли случаи зарегистрированные, когда умерли просто от вакцины? Если есть, то много ли их? Ну, единичные есть. Единичные. Ну, опять же, понимаешь, пост-хок, но не спрос... Проптер-хок, да. То есть там умер после введения... Ну, там, если через 5 минут вы умер, умер, развился анафилактический шок. Ну, кстати, от анафилактического шока это вытягивание спасают, да. Вот. Ну, тут очевидно, да. То, что там вакцинировался и умер через 2-3 недели, 4-5... Ну, заболел, нет. Просто заболел коронавирусом этой вакциной. Ты же понимаешь, что если ты возьмешь миллион человек, каждому там краской на курточке поставишь значок, и потом после этого по метке значка обязательно кто-то умрет. Нет, тут вот первый вопрос. То есть кажется, что ничтожно, да, мало? И от нашей, и от Pfizer, и от других, да? Да, ничтожно мало. Это однозначно. А второй вопрос. Вакцинировался, потом заболел, не от вакцины, а именно заболел потом коронавирусом, несмотря на вакцину, такие случаи... Ну, вот я слышал в некоторых количествах таких случаев, но я не слышал, сколько из них смертельных. Я думаю, смертельных не было после прививки. Вообще, да. От тяжелых она спасает, конечно. Ну, а что же после прививки 3 дня насморка и пропадание обоняния на 10 дней? Это первое такое момент. Как бы я болел без прививки, я не могу сказать. Ты не можешь сказать. Да, тут же эксперимент не поставишь, да. Я думаю, значительно сильнее. Ну, то есть, первый момент такой, что от вакцины не думайте, что вы вообще не заболеете коронавирусом. Это неправильное ожидание. Это завышенное ожидание. Да, да. Вы можете заболеть. Вы можете. В легкой форме. Но, видимо, вакцина... Но это касается любой болезни, на самом деле, практически. Кроме таких совсем тяжелых. То есть, болезни, которые не умеют быть в тяжелой форме, они... Да, от них может быть и гарантия полная. А которые могут в легкой протекать, они не будут. Понятно. Понятно. То есть, здесь как бы надо относиться к вакцине рационально. Она упрощает болезнь коронавируса. Так же, как и вакцина грипп этот сезон. Грипп и реассортация. Там каждый год новый штамм приходит. А грипп, кстати. Ты как... Ну, как человек гораздо ближе к этой области. Скажем так, я тебя не могу называть вирусологом, потому что ты сам... Ну, я генетик. Потому что я не вирусолог. Да, но ты, тем не менее, явно об этом знаешь больше. Мне... Вот я слышал неоднократно было сказано, что гриппа больше нет на планете Земля. Как-то гриппа больше нет на планете Земля. Ну, вот там ВОЗ написал, что гриппа больше не существует, есть только коронавирус. Что грипп гораздо менее заразный. И поэтому, из-за того, что все закрыли лица, он перестал передаваться и умер. Потому что коронавирус... Ну, как бы, меры против коронавируса убили грипп. Ну, может быть, пока вот это было, да, потом он опять появится. А, ну все появится? Его нет. То есть, послуживает это все. Из природных резервуалов. Основные, самые страшные боли человечества, человек получил от одомашенных животных. Вот, это уже доказано. Значит, коровы нас наградили туберкулезом и оспой. Ага. Утки гриппом. Ну, и так далее. В общем, каждое животное чем-то таким вот наградило. от домашних животных. Раньше их просто там убивали, жарили, съедали, а тут они рядышком. Они такие милые, да, их погладишь и все. Ага. То есть, за неолитическую революцию человечество тоже заплатило много чем. Вот. Но у коров осталась своя. Коровья оспа. И вот именно ее использовал Эдвард, как Джейнер. Ну, в общем, тот, кто врач, который придумал первую вакцину. Эдвард. Это какой-то прошлый век, да? Джейнер, по-моему. Или нет? Да, да. Поза прошлой. Поза прошлой. 19 века. Он еще в конце 18-го, по-моему. Поза поза. Поза поза, да. О. Окей. Так. Нет, вообще 19-й уже поза прошлой. Да, это поза поза прошлой. Да, примерно. Так. Хорошо. То есть, мы имеем вот такую ситуацию. Нас наградили эти крысы китайские этим коронавирусом, да? Ну, скажем так. Чем-то там, да. Кто-то наградил, да. В стандартной версии. Да. А в конспирологической сделали... Сделали в Ухане, да. Да, там сделали в Ухане. Там дальше опять же бифуркация, ветвиться. То есть, нарочно сделали, выпустили. Случайно выпустили. Или случайно джинные бутыли, да? Что тоже могло быть. Конечно, конечно. Ну, это все понятно, что гадание, но теперь мы имеем следующую ситуацию. К концу 20-го года было несколько оцин. В том числе и наши. Да, да. И ты понимаешь, как она вот... Что это такое? Их очень много, да. Их... Вообще, сейчас, ну, основных... Так, цельноверионная, да. Значит, пептидная, векторная, репостомальная. Четыре вектора основных, которые вот в науке жизни. И пятый, который сейчас ФМБА. Это вообще революционный. Покажите. Слушай, у меня нету сейчас, к сожалению... Да, я хочу, во-первых, порекомендовать журнал мартовский. Это в мартовском номере. А я его отдал почитать. А я, да, я привез в февральский. Я хочу, где там камеру-то вот показать людям. Ну, можно и туда, и сюда. Почему, да. Ну, может быть, смешно рекомендовать журнал «Наука и жизнь», но просто, как бы сказать... Третий номер нужен. Не вот этот, а третий. Да, нужен третий номер. Ну, вообще, вообще, этот журнал рекомендую всем подписаться. В советское время я очень любил его. Там был хороший журнал. Потом как-то вот в 90-е немножко отошел. Потом где-то вот в конце 90-х, начале нулевых, я опять там как-то взял подпишусь. Когда я стал смотреть, я был неприятно поражен падением уровня. То есть, там опечатки встречались сплошные, то есть, корректуры не было нормальной. Какие-то неинтересные материалы, бесцветные. Ну, бесцветные, в первом смысле, да, неинтересные совершенно, там, не о чем читать. Задача логическая была, ответ с ошибкой. То есть, я решил задачу, потом полез, и вижу, что там явная ошибка. Как бы, ну, я же не совсем дурак, но вижу, что вот явно, там достаточно простенькая задачка. И ответ с ошибкой. Понимаешь? То есть, это меня как-то убило. Какие-то, там, какие-то примитивно-атеистические какие-то, там, рассуждения. Попало в лапу сайентистов, да, в науке жизни? Я не знаю. Да, да, да. А сейчас нет, да? Я думаю, все-таки прошло еще почти 20 лет. Да, не почти, а, да, ну да, 20 или почти 20, я уже не помню. Вот. И я вот подписался и начал читать. Слушай, я просто каждый новый новый, новый, на творке, на творке. Ну, ты знаешь, я знаю главного, да, я же видел его на канале Культура. То ли не сменилось руководство, то ли чего. Я видел сегодняшнюю руководительницу, я видел ее один раз на канале Культура, когда, помнишь, я у Швыдкова этого самого, в Агоре был. И там вот рядом со мной сидела тетенька, очень застенчивая, скромная, а потом выяснил, что это очень важно, и она очень приятная. Что она молодец, она молодец, она сделала огромнейшее. Вот в третьем номере, в третьем, там как раз это рассказывается, как работает вакцина. Мне, конечно, лучше просто почитать, чем я буду рассказывать. Ну, фактически, что такое, как любая вакцина от любой болезни, она что делает? Обучает иммунную систему, то есть, когда тебе попадает какой-то антиген, который вызывает какую-то бяку, организм это запоминает, значит, в следующий раз вырабатывает там специальные защитные клетки и молекулы антитела, то есть, два компонента, там, клеточные и гуморальные, которые в следующий раз его сразу повяжут. Что для этого... Обучает иммунную систему, да? Не просто попадание. Науськивает на конкретных преступников. Да, как происходит науськивание, не просто конкретно, какая-то молекула попасть. Потому что организм не знает, какая молекула вредная, а какая нет. Если на каждую дать иммунный ответ, то никакого ответа не хватит. Ага. Ага. Молекула должна быть вредной. Что значит вредной? Значит, в момент ее попадания происходило какое-то бякозаболевание. То есть, безвредную вакцину, в принципе, сделать никогда не получится, да? Должна быть все время какая-то воспалительная реакция, маленькая, там, вместе укола. Именно поэтому, там, добавляли ртуть раньше, чтобы было там легкое какое-то воспаление, какая-то легкая реакция. Это цена. То есть, небольшое количество осложнений, это цена за вакцинацию всей популяции, да? Ну, а дальше истеричные мамашки говорят, что пусть все остальные прививаются. Мой ребеночек будет не привидит вот это вот то, что... Ну, это чисто теоретико-игровая проблема. То есть, смотри, чисто теоретико-игровая. Да, да, да. Если у тебя вот, смотри, вот население. С этого я и начал. Совершенно верно, да. Это точки, это население. Ты знаешь, что десять точек каких-то погибнет. Да. Ты, чтобы этого десять избежать, ты одну точку, но прицельно мочишь, да? Вот, как бы... Ну, здесь даже... Другую. Причем, самое смешное, может быть, от твоего действия погибнет не та точка, которая выжила бы при случайном процессе. Ну, да. Но до погибших будет меньше. Но здесь, скорее, я бы другую, я бы более глубоко проанализировал. Представьте, что это население. Так. Представьте, что нет никакого вакцинирования. Идет болезнь, и она поражает значительную часть населения. Она волнами косит, да. Вот она косит огромными волнами всех. Да, да, да. А так мы точечно некоторыми, да. Теперь мы берем, прививаем всех. Вот представим на секунду, что мы прививаем всех или большую часть. Ну, да, да, да. Тогда, конечно, среди этих привитых будут те, кто вот, к сожалению, умрет от прививки. Ну, да, да. Немножко, несколько человек, да. Да, да, да. Но эта болезнь, она уже не идет из-за эпидемиологического порода, она дальше не распространяется. Спасаем огромное количество. А теперь этот человек говорит, слушай, ну, вокруг все привились, поэтому величие все равно не придет. А я хочу этот риск убрать свой, вот мой собственный. Я просто не буду прививаться. Да. И начинается все больше и больше. И я, и я, говорят они. Да. И возвращаемся к исходному. И возвращаемся к исходному. Да. Я совершенно очевидный. Поэтому надо антипрививочников плачить. Я их терпеть не могу. Здесь совершенно очевидная теоретика игровая подоплека. Просто абсолютно понятно. Да, да, да. Ну, вот видишь, вот… Просто ты хочешь фрирайдинга. Ну, как бы заплатили. Да, да, да. Не ты, а другие заплатили. Трава идет. Он оплачен, да. А я на нем пройду зайцем. Без билета. Если один заяц, то ничего страшного. А если все зайцем поедут, опа, а трава это и едет. Ну, да. И это как раз совершенно понятно. Единственное, что там есть… Ну, там я не буду называть. У меня есть среди знакомых антипривочники. И чтобы я не буду, чтобы ты их не убил. Вот. Но у них логика такая, что нас полностью обманывают. Ну, такая как бы конспирологическая. Ну, это… Целиком и полночь, на самом деле, она никак не работает. На самом деле, не было эпидемии. Антипривочники – это люди с повышенным уровнем тревожности. Ну, как бы, да, да. Это понятно. С невротическим поведением. А это может идти от девянтности, так сказать, общего мышления. То есть, это всегда такой-то легкий налет шизы в большинстве присутствует. Вот. Поэтому… Ну, конечно, надо понимать, что 100% гарантии никто не даст. Естественно. Большинство из них рассуждает не так, что все прививаются. Они прививаются не так рационально, как ты сейчас сказал. Большинство говорят, что нас обманывают, некокорпорации колят нам. Ну, да. Ну, что зомбируют, чипируют. Да, там на канале «Стрейград», где я выступал, там, значит… Ну, я был очень рад приглашению. Потому что в этот момент мне нужно было бороться с онлайном любыми способами. Какой-то поможет. С дистанционкой. И я воспользовался тем, который меня пригласил. Но потом в беседе с руководителями канала, я понял, что они просто уверены, что вакцины всех убьют. Но не с первого раза. Ну, это такой… Всеобразный канал. Он очень всеобразный. Я не могу даже понять. Ну, подождите. Надо как-то это обосновать. Ну, как? Ну, им же нужно меньше населения сделать. Поэтому они всех убьют. Они просто ищут такой способ. Ну, это некий взгляд на мир. Ну, локдаун точно население уменьшил. Рождаемость, по крайней мере. Народ запаниковал. Отложили на потом там зачатие и прочее, да. Ну, кстати, интересно. А с другой стороны, наоборот, что ли дома делать, кроме как защинать? Ну, то есть… Предохранялись. 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 Предохранялись же, гады. Господи. Ладно. Не буду, не буду. Не, ну, в общем, да. Я, так сказать… Здесь у меня модель вот эта. Я не знаю. Понятно, что у меня нет модели, что… Ну, модель очевидна. Модель очевидна. Модель очевидна. Есть другой путь. Ладно. На самом деле поговорим все-таки о хорошем. Ну, да. Выход есть. Уменьшать вредоносность вакцины, так сказать. То есть, вот современный ряд, он как бы уменьшает… Путем незначительного снижения эффективности, он значительно уменьшает риск. Ты понимаешь, да, что это взаимосвязано? Потому что сила иммунного ответа в момент… Да, да, да. Но если слишком слабый иммунный ответ, то и вакцина не подействует. Да. Если он близок к нулю, то… Вот у меня, например, иммунный ответ вообще никак у него слегка поболел вместо прививки. Какого? И поэтому у меня там низкий титр антител, и поэтому я вот как-то вот боляги терял там, ну… То есть, если бы вы хотели… То, что я переболел, это лучше, чем прививаться. Правильно? Если после… Хорошо, когда у тебя после прививки надень температуру скакнул до 30 дней. А, ну, то есть, мой вариант лучше был, что я просто переболел. Ну, просто переболел, это вообще идеально, тогда зачем… Ну, а там мне уже говорили… Повторно вакцинироваться не надо… Вот это… Вот это я не могу понять, не могу поверить. Зачем? Зачем, если иммунная система помнит? Ну, вот мне сказали, что очень мало тела. Ну, то есть, не очень мало, но еще не очень много. Кроме гуморального антитела, значит, есть же еще клеточный ответ. То есть, есть клетки, которые помнят, и они циркулируют там очень долго. Интересно. Ну, 10-15 лет могут… Ну, 10-15 лет могут… Я лично знаю людей, которые утверждают, что они по два, даже три раза. Конечно. Каждый раз все легче и легче. Ну, понятно, что… А, да, именно так, да. Ну, это не смертельно уже. То есть, если у тебя есть эти клетки, они обучают другие клетки, которые вырабатывают антитела, это следующее звено. Поэтому он успеет развиться, а пока они там обучат, пока начнут это самое, ты слегка заболеешь, да, ну… Все понятно. То есть, это человечество постепенно адаптирует этот вирус как не очень опасный в результате, и все. Да, он по-любому так бы и адаптировался. Вымерли бы более, так сказать, подверженные потом там какая-то мутация бы… Потому что есть люди невосприимчивые, уже сейчас есть, да, у них немножко другой этот ангиотензин превращающий рецептор вот этот… Слушай, а вот… ACE2, вот этот рецептор, у них по-другому устроен, и там вирус не так хорошо цепляется вот этими своими шипиками, да, к этому рецептору, да, вот… Короной вот этой… Зубцами ее… Рогами сатаринскими… Вот… И вот таких станет просто больше отбор, но тут для этого надо, чтобы большинство вымерло, да, то есть, естественный процесс, он либо очень жесткий, либо очень длительный. А тут мы, так сказать… А мы с вакциной ускоряем все. Слушай, а вот людей, которые… Нет, вот наш генетический груз, он коррелирует с тем, как ты болеешь, вот если у тебя много этого генетического груза, если ты плохой такой балласт для человечества… Ну, так… Я за, я за. Давай, давай. Я за Евгенику был всегда, на самом деле. Ну, вот, предположим, что у тебя плохой балласт. Ради человечества исключительно. А вот… Из человеколюбивых мотивов. Ну, да. Ну, вот… Это больше вероятность, что вирус тебя… Ну, конечно, если ты там весь… Это самое… Чем больше у тебя хронических всяких других заболеваний, не важно, диабет ли у тебя или там что-то еще… Просто больше вероятность, что тебя… Да, он тебя убьет с большей вероятностью, конечно. Понятно. Пожилой возраст. На самом деле, это означает, что… Ну, общество… Вот вместо того, чтобы мучительно думать, по-христиански или нет, поступать вот с этими искусственными оплодотворениями, да… Угу. По-моему, сегодня церковь все-таки очень неодобрительна, да, к этому относится большинством священников. Да. У нас нет единого мнения, мы не католики, там… Как сказал Папа Римский, обычно, да? Угу. Угу. У нас такого нет, у нас разные священники вполне могут иметь разные мнения, но все-таки вот… Там, на коронавирус, например, мнения очень сильно расходились. Да. Очень сильно. Были споры в православии, вот… Закрывать рекламы, да, да, да. Но вот здесь, по-моему, все-таки более-менее консолидированное мнение на данный момент состоит в том, что это не богу угодные вещи. Вот эти все отборы такие аккуратные, искусственные, да? И если ответ, тогда нужна модель мира, если ты говоришь, что это не богу угодно, ты должен свою модель предложить вместо этого. Ну смотри… И они, если они скажут, что вирусы… Я не знаю, как у меня священников, вот, большинство, они большинство как не исследуют вопрос, я тебе скажу свою точку зрения. Ну давай свою, да. Ты все равно, ты тоже православный муж нашей церкви, так что твоя точка зрения… Ну да, почему, значит, аборт равен убийство фактически, да, так бы родился ребенок, а ты его, значит, убиваешь в утробе, да. Почему, значит, скажем так, контактные средства с контрацепцией, ну там, которые, скажем так, когда уже оплодотворение происходит, та же маточная спираль, да, но она не может прикрепиться к стенке матки, да, вот эта оплодотворенная яйцеклетка и гибнет уже после оплодотворения, да. Почему это тоже можно приравнять? Потому что иначе бы она прикрепилась, развился бы здоровый ребенок, а так мы его, значит, мы это дело блокируем, да. Мы это каждый раз, мы отсеем, скажем так, здоровых детей, да. Это отсев здоровых детей. В данном случае идет отсев больных, заведомо, которые все равно бы не выжили бы, да, зачем им мучиться, понимаешь, да. То есть это как бы… Это убийство, мы это признаем, но мы идем на него, потому что там всего каких-то… Ну да, собственно, не убийство, а не дать появиться и развиться, да, 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 вот. То есть ты, в общем, ты считаешь, что в принципе эти технологии вполне… Ну, скажем так, при определенных условиях это единственный путь, вот, но есть условия, что мы все-таки начнем редактировать, но все-таки есть какие-то добрые решения всегда найдутся, да. Также и с вакцинами я к чему подвожу, что вот четыре типа несуществующих и пятая революционная, которая разрабатывает… Где? Ну, в России, в биологическом агентстве. У нас, да? Это не на словах, конечно. То есть там Скворцова Путину докладывала радостно, что мы там начали разработку, там, отечественную… Ну, нет, в мире ведутся такие вещи, они раньше велись, то есть обучение Т-клеток вот этих памяти, обучение экстракорпоральное. то есть, что такое, в общем, нынешний существующая… Да… Включился, что ли, у меня именно вот этот старый… А у меня тоже такой… А у меня тоже такой… А у меня тоже такой… Распадает, распадается на молекулу, всю эту кашу вводит в тебя, он не может размножаться, но он дает, значит… Шухер, да? Да, шухер дает, но шухер сильный, сразу куча таких, значит… Ментов, выскать его, это мочит мертвое тело, да? Да, да, да. Поэтому там… Мочит. У всех температура, у всех, ну, зато там такой стойкий иммунитет, но риск осложнения тоже большой. Понятно. Риск осложнения небольшой. Потому что любой скачок иммунитета, он всегда… Он не полезен. Так. Вот. Второй, значит, подход, который, по-моему, провалился, как сейчас говорят по последним данным, это полипективная вакцина, то, что Эпивак разрабатывает для инвектор. То есть, это взять… Есть коктейль вирусных молекул, а маленькие кусочки, да, да, маленькие кусочки определенные, там, синтетические, искусственные, ввести их, чтобы он работал с нами. Иммунитет, они маленькие, они не дают, значит, никакой побочки, поэтому, значит, можно там пожилые вводить, всё. Ну, оказалось, что они, конечно, риск не дают, но и не дают ничего. Значит… То есть, она не очень эффективна. Да. Третий подход – это заставить твою клетку вырабатывать само эти… То есть, не вводить ничего искусственно в кровяное русло, а потихонечку, мягко вот заставить. Таким образом, то, как работает спутник, у китайцев тоже есть, ну, как бы их много, особенно векторных вакцин, значит, такой вектор – это берется другой вирус, там, безобидный аденовирус, который там легкую простуду вызывает. Не знал, нет? Нет. Я скажу, да. Ну, сейчас уже все, по-моему, это знают. Вот. Его геном редактируется так, что, во-первых, он не может размножаться. Вот. И, во-вторых, он нарабатывает вместо себя только S-белок, вот эти шипики коронавируса. Чужого вируса. Не себя. Вот. То есть, у него остается, так сказать, часть обведения, да. Он внедряется, он, значит, встраивается в ДНК. РНК спрыскивает, там, по-моему, РНК слежащий, не помню, на самом деле. Но это неважно, потому что тут общая схема такая, что он спрыснул, и пошло, значит, клетка нарабатывает вместо этих аденовирусных частиц или коронавирусных, а просто нарабатывает этот S-белок. То есть, клетка остается жива, он жива-здорова, она выработала чуть-чуть этих антигенов, значит, они попали куда-то там в межклеточное пространство, в кривной русло, вот, пошли. На них тут же идет иммунный ответ, значит, обучение. Вот. Ну, вроде вот. Вот так, да? Те сформировался. И это какая-то спутник, да? Это мягче. Да, это векторная вакцина. Класс векторных вакцин, у нас это спутник. Так. Сейчас, значит, еще Новосибирск отличается от этого тем, что там куски... В Новосибирск просто белки вводят, да. Просто белки вводят. А тут вводится такой полуживой вирус. Полуживой вирус. Полуживый. Понимаешь, да? Видоизмененный. Это интересно. Это еще меньше дает побочных эффектов. Так. Вот. Еще меньше, наверное, по замыслу, по крайней мере, разработчиков, то, что Pfizer, Moderna, да, это вообще липосомальные частицы. То есть, ни вирус никакой не вводится, да. Ну, как бы тут еще иммунный ответ на этот вирус исключается. Вот. А просто липосомальные частицы, в которых уже сидит там матричный РНК, это другой тип РНК, с которого уже непосредственно белки считаются. То есть, готовая программа для клетки, он никуда не встраивается, ничего не происходит. То есть, как бы из этого всего звена воспроизводства генетической информации, там только последнее, как бы, звено, наработка белка. Вот. И он заставляет нарабатывать. Вот. Тоже интересный очень такой подход. А пятое вот это вот? Вот. А пятое, это вообще ничего не вводить. А взять у тебя 25 миллилитров плазмы крови. Так. Выделить оттуда Т-клетки, обучить их экстракорпорально. И обратно. И обратно тебе вкатить уже обученные. То есть, тебе вообще никакой твоей реакции не нужны, твоего иммунитета. Представляешь? Круто, да. Вот тут уже интересно, да, получается. У тебя правда круто. Тебе дают готовый клеточный иммунитет. У тебя антител не будет, правда, это как бы, у тебя будет только память, которая долго длится, но ты в легкой форме заболеешь. Ага. Но в тяжелом заболеешь. Так. У меня возникает сразу два вопроса. Первый сидит вот этим всем. Пятое звено почему-то не описано. Пятое пока, я понял, да. Ага. В этом самом, в науке жизни не было. У меня вот такие два, возможно, один вопрос, в общем, совсем профанский. Я биолог, вирусолог, ну, я не помню точно, молекулярщик, молекулярщик, точнее молекулярщикца, ученые, наши знакомые из Иркутска. Она говорит, что вирус, коронавирус до сих пор не, и дальше вот она произносит какое-то слово, некультивирован, вот. Вот, ты понимаешь, что это за слова и о чем они, что это означает? Как, значит, некультивирован, как понять некультивирован? Культивировать, это выращивать в какой-то... Ну, то есть, как... Он на клетках выращивается, он выращивается на клетках, причем помнишь, были споры тоже религиозные, если вы уже к этому, что там одна из линий взята была когда-то из абортированного зарудыша. Либриона человека, и дальше продолжают делиться, и вот их потомки отдаленные, то некоторые там стали против... Ну, здесь как раз не очень понятно, если уже совершили убийство, то почему бы не... Ну, типа, ты соучаствуешь, типа, ты соучаствовал в том деле. Ну, это понятно, но это как мы едим мясо, мы соучаствуем в убийстве. Ну, да-да-да, вот. Ну, ты знаешь, такое отдаленное, там, ну, убили, убили, сколько человек спасло. Ну, это абсурд. Это как раз либеральный абсурдный вид рассуждений, который применен к нашей православной ситуации. Это понятно, да. Нет, ну, вот, то есть, ты не можешь, да, прокомментировать, что вот это имелось в виду, почему он не культивирован, но сам не культивирован, да, то есть, как бы, мы быть, ну, что... Ты даже, ты даже, ты даже в области. Ну, понятно, что это такое, откуда... Ну, конечно. Ты даже что-то перепутал. Наверное, перепутал. Ну, ладно, посмотрим. Может быть, я узнаю точную формулировку, кину ее в коммент, и ты ей ответишь. Потом ты видела. Ну, давай, да. Ну, посмотри, либо забьем. А второй вопрос такой. Вот смотри. Это все какие-то очень тонкие операции. Вот все пять. На самом деле, тонкие какие-то операции. Да. А нужно привить 7 миллиардов человек. Ясно, что это не очень масштабируется, да? То есть, это какое-то вот реально... Ну, реально очень большое время. Да нет. При нынешнем производстве фармацевтическое, так сказать... Можно, да? Нормально, биотехнологическому. Все, все можно, да. То есть, это настолько вот... Все можно, да, все можно. Так, китайцы будут привиты по приказу там лидзинцина или как он там... Сидзи... Сидзи... Не помню. У них прям одинаковые, но у всех, да. Да, будут привиты, ну... И американцы будут привиты, конечно, да. Ну, Китай берет цельноверенную вакцину. Классическую. Какой? Цельноверенную. А, первую, да? Самую-таки работающую. Самую-таки работающую. Он там не заморачивается спасением жизни, там... Ну, понятно, да. Они как бы... Угу. Всех привьют, там миллион умрет, но не 100 миллионов. Какой-то жалкий миллион умрет, да. Да нет, я не думаю, что это их вакцин. Даже миллион умрет. Нет, конечно. Ну, 10 тысяч. Какой ужас. Да, понял, понял. Это, наверное, подход Китая. Да, все понятно. Ну, значит, остается только вопрос. Зачем в Европе... Тогда вот следующий вопрос, он видимо риторический. Зачем в Европе продолжается локдаун, когда уже есть вакцины, уже все работает? Он продолжается? Конечно. В Голландии все же привито. В Израиле там пытаются все... Ну, в Израиле там уже привито уже больше половины семей. Ну, очень много где. Вот прямо вот буквально... Там уже... В Голландии только что говорили, что локдаун... Подходит к 100 дозам на 100 человек. Ну, там 200 доз надо, там 2 на каждого. То есть, это не половина привита. Зачем тогда... Кто-то получил одну дозу, кто-то 2. Этот процесс идет, да. То есть, тогда вопрос чисто риторический. Зачем продолжается шутер? Если уже все... Ну, я думаю, когда всех привьют, тогда уже откроют, наверное. Тогда, да? Не знаю. Ты у них спроси. Да, это не к тебе, конечно. Это не ко мне. Боятся, да, боятся. Ну, да. Ну, вроде да. У меня, вроде, вопросов больше нет. Но ты знаешь, когда это опубликовано будет, вопросов будет, я думаю, очень много. Подписчиков поставить. Да ладно, ты думаешь? Ну, по крайней мере, какие-то вопросы явно будут. Поэтому, значит, если что, я когда опубликую, я тебя кину сразу, естественно. И, там, через дней 5 посмотри на возникшие вопросы, если тебе не сложно будет. Ну, там, на те, на которые тебе будет интересно ответить или понятно, о чем они спросят, тогда реши посмотреть. Ну, ладно, хорошо. Вот. А мы поблагодарим Леву. Лева, спасибо огромное. Да! Есть еще рассказ у нас. Да, интересно. Вот часть сегодня. Я не стал конкретно вот это разжевывать. Нет, это пожалуйста. Потому что, во-первых, нужно почитать. Во-вторых, все равно непонятно так это на доске надо рисовать. Ну, это надо же целую лекцию читать. Ты как-то не хочешь смотреть? Не-не, ну, нормально. Я думаю, что дальше можно идти. Я думаю, все люди поняли, в чем отличие основных типов вакцины и чем они, так сказать, вообще отличаются. Ну, и вообще-то, да. Мы услышали некое цельное отношение к происходящему. Очень интересно. Но тут есть еще политический аспект. То есть, как бы, Россия доказала, что я хочу сказать под конец. Да, скажи. Напускай, последнее. Напускай. Да, вот это то, что Бояршнов тогда сказал. Помнишь про верхнюю вольту с ракетами. Как это вдруг, да? Да, наверное, это вообще... То есть, тут спектр мнений, скажем так, скептиков, да? Ну, да. Как мы могли сделать что-то цельное? Россия скептиков, да? Да, да, да. Что-то осмысленно работающее. Да, да. Как это так? Достаточно технологично и достаточно быстро. Смогли. Смогли. Потому что, действительно, ну, во-первых, они не такая отсталая, да. Как часто пытались вспомнить. Какие-то области заброшенные, а какие-то хорошо, да? Ну, так, да. Тут, конечно, и военные заслуги. Ну, потому что военная микробиология, вот, у меня самого была специальность военный микробиолог, ну, на военной кафедре. Если бы я с ней не ушел, была бы. Ты бы делал новичок? Да нет. Они не делают. Ты чего? Сорян. Это химики делают. Это с химфака. Это химики вопросы. Сорян, сорян. Я прошу прощения. Мы только спасаем. Мы только спасаем. Мы только спасаем. Я бы делал спутник. Нет, не знаю, это заслуга, потому что у нас военная сфера у меня была все брошенная лучше. Почему американцы даже в этом что-то отставали? Если, скажем так, в ядерной теме это чисто технология, то есть техника, то здесь приходилось рисковать жизнью. Всегда укололся, чуть свинки вводишь, коренак, перчатку порвал, уколол. Да. Штамм У возник. Почему? Это Устинов. Это человек, который сам укололся вирусом геморрагическим. Две недели страданий и смертью. До конца протоколировали все его симптомы. Потом из его тела выделили этот штамм. Он усилился там очень хорошо, радостно. Вот у нас начинка. Если буржуи начнут, мы по ним бахнем. Вот эти 48. Я не знаю, с одной стороны, конечно, казалось бы, что-то такое бесчеловечное. С другой стороны. Он сам на это пошел? Нет, он случайно укололся, конечно. Но эти риски были всегда. Умирали микробиологи, военные. Они умирали и умирают. И вот эти люди, которые, рискуя жизнью, сидели в этих закрытых заведениях. Не выходя за пределы городка годами. Кололи вот этих свинок-обезьянок. Я считаю, они сделали подвиг. Сами того не зная, думают, что это просто работа. Это у нас, да? Без славы. Ну, конечно. Без материального... За ту же зарплату, естественно. Ради страны. Вот это все. И вот мы пользуемся плодами их работы. Вот сейчас в том числе. В том числе. И делаем вот это все. Да, да, да. Ну, они продолжались. Непрерывно сейчас продолжаются. Кстати, это очень хорошо, что толчок такой. Сейчас общество заговорило о биологии, медицине, вирусологии. Да, между прочим. Блилось от коронавируса, что к медицине внимание явно будет. Да, да, да. Это большой плюс. Прямо чувствуется. Если раньше говорили только про новичок, то сейчас уже говорят и про спутник. Спутник и погром, да? Да, да, да. А струн бы хорошо взять вакцину погром. Вакцину спутника, вакцина погром. Да. Все понятно. Ну что ж, на этой мажорной ноте. Низкий поклон этим людям, я считаю.